так ну огород в принципе чистый уже остались только там пятнышко небольшое там под сеткой сделать именно пырей а так вроде бы ничего там малина все нормально там ее не надо трогать здесь вроде бы все ну конечно только просыпал пошел дождик и он новый бурянчик маленький полез и с ним конечно бороться надо но у меня много укропа видите пошло его конечно не трогаю хрен укроп у меня все это дело в почете на огороде поэтому он не все тут растет он под сеткой видите помидоры посадили это высокорослые у меня еще есть конечно надежда здесь подсветкой посадить но здесь вы видите этот бурян именно здесь пырей его надо копать и когда коля будет свободен будем копать пирея сразу буду укроп отсеивать потому что почему не 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 трогала здесь там очень много укропа и он уже вот такой вот дать ему пару дней он станет большой его прямо буду сказать с корышками выдирать и пущу на заготовку самый-самый классный там я укроп прорвала уже тут не трогаю именно чтоб он дать ему вырасти чтобы его не попортить в дело пустить там у меня щавель щавель полностью нужно до заготавливать руккола нет шпинат там тоже мне уже семена по выпускал и щавель шпинат один оставлю пускай сыпет свои семена это классно мне так нравится вот когда он сам плодится это очень классно вот у меня в прошлом году кориандр рассыпался и теперь пожалуйста он там растет хотя в прошлом году уже семена собирали все заготавливали все это у меня есть но оно само по себе выше вышло это уже хорошо там у меня вообще зеленый уголок я его называю там у меня и руккола самостоятельно растет и щавель и укроп и петрушечка и вот это вот кориандр как он называется господи пока миссион еще не стал кориандром все забываю не помню хоть и тресни и сорока у меня белобока он шляется по огороду из какая из какая вы видите или нет через камеру не вижу в луке скачет прыгает что там еще там у нас как раз мы поливали деревья может букашки какие-то все перчик стоит все стоит все посажено все красиво дай бог чтобы она дальше так росло горошек тоже парада там немножко дальше собаки потоптали ну как есть такие если здесь перетоптали прям видно такие проплешины вмятины чё она там лазит эта белобока там у меня сорока ты чё там ходишь прыг 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 ищет букашек всяких попутешествовала до вывести конечно всю эту траву что мы на это самое нарвали а здесь надо уже косить только вот с николай косил и все вы посмотрите на этот лопух ух это капец музыка лину забьет этот лопух надо его срезать еще корень лопуха классно для волос так что надо копнуть и вообще майский кстати лопух тоже вот сок из него если сделать из его листьев классно и от бронхита этот майский лопух и для суставов и очистка организма его можно сок этот пить но он правда противный до ужаса ну то такое дело и можно соком лопуха не обязательно корнем а именно вытяжкой поросянник маленький такой пошло пошло что ты убежал то батончик батончик ты куда пошел батончик жопу одну мне показываешь ты такой черный что у тебя там и не видно где ты есть ой скажи это уже не жопа это моя мордочка ну что ты мне говоришь жопа это мой дочка моя такая просто она такая же черная и никто ничего не видит да и батончик какой-то прикольный скажи дайте мне пожрать уберите эту боньку отсюда скажи я хочу покушать вкусненько во первых миска глубокая скажи пока достал дайте каши внизу всю морду выпачкал батончик какая-то красота свинота красота ты уже не боишься меня скажи уже нет ты меня корнишь я знаю ты мне приносишь вкусную сочную травку и кашу даешь вкусную поэтому я тебя не буду бояться скажи я боньку боюсь потому что она тут лежит и пугает меня пошли бонь пошли давай хватит лежать давай вставай вставай пошли быстро уходи уходи давай не пугай давай домой не пугай мне батончик все пускай свин покушает а то будет худой и что потом будем делать с тобой я представляю если мы сейчас мы хотим по крайней мере девочку взять но проблема нам далековасто ехать за этой девочкой вот это раз а на рынок почему-то к нам не привозят это 2 пишут делать не понятно дорого стоит дизель ехать 70 километров в общем а как то по-другому не получится в автобусе нам поросенка явно не передадут так что это не курчата он уж вонючий так что ехать они проблема проблема в стоимости дизеля золотой получится у нас конечно поросенок не знаю пока мы думаем пока соображаем что нам делать ну и плюс поросенок сам ревен 900 будет стоить эти собака эти красавая девочка мамина эти какая кружилась вертелась спинку чухала ой скажи как хорошо на травке вот и как хорошо на барсук и барсук что ты скажешь ребенок есть ребенок тут иногда бабушка ева тоже ведется как ребенок но сегодня она вся этом в трансе у меня плохое настроение плохая погода и плохое настроение на все время спит то бывает как начинает сбойникой прыгать бегать и не бой бой то не этот то шланг и гуляться нельзя что такое бабки что случилось вот такие у нас с вами прогулочки сегодня хорошо у ребята зашла в комнату мне здесь такая красота правда она на улицу не радует эту вижу зад зад цветочек вот когда нет и бурумбушечки тут новенькие попоявлялись чё я вижу чё я вижу чё я вижу вот гляньте ой ой сейчас 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 вончик вончик свинтус наконец-то а то когда я на улице он не балуется не бегает а это он прям он что-то бегает что-то нюхает опять запрятался туками себя он начала показывать запрятался засранец маленький скучно ему ходит бродит что-то пытается играться но скучно ему конечно убедненько убедненько конечно ему нужна парочка сколько выезжаем на рынок не получается нету поросяшек блин он засранец маленький запрятался куда он запрятался вижу он ковыряется рвается там носом нету на рынке у нас не продают а ехать надо сколько денег туда-сюда на бензин на соляру ты шо это ля ля золотой поросенок но мужик это говорит что типа потому как и далеко от города типа ну за 800 типа он тогда еще нам уступал поросенка но за 800 сейчас непонятно уступит ли он или нет это еще было когда на гробки мы ездили вот тогда не знаю я надо ему позвонить этому мужчине он сказал что у него была партия уже поросят и вот должна была через месяц еще одна быть то есть родить поросяшка по свинюшек маленьких позвонить бы ему узнать ребята у меня свиненый что-то царит прикольно так лед гуляется блин здесь не так сильно видно блин пока камеру взял сбегала за ней он уже успокоился из другого окна в миску залез что-то там делает только что так гонял сорвал листик один от лопуха чешуя и так гонял по этой секретке балуется залез ногами в миску и стоит жует бурьянчик ой цирк надо брать такой он смешной сейчас такой маленький что весь в миску помещается жирный батончик ну хоть веселее стал то побегает туда-сюда такой интересный это успокоился уже он блин пока вы за камерой сходила он такое тут вытворял стояла жалово так смешно бегал такой этот видите как она мне кто-то спрашивал а что они едят мы кашей кормили теми всем вон что самая главная еда это трава у них должна быть всегда потому что если будете кормить одной кашей будет у вас одно сало а вот травка и все остальное это самая-самая лучшая у них еда вот так чамк 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 вот такая вкусная травка у нас самая вкусная еда у нас такая они очень игривые и классные даже может в следующий раз я успею взять камеру заснять всем доброе предоброе утро у нас сегодня утро вот такое солнышко классно сейчас войдем кофе туда будем везти вчера было пасмурно сегодня хорошо вчера было хорошее время для работы сегодня будет жарко ну что ребята у нас утро начинается как обычно что-то где-то и везде опять ветерок подымается утром не было мы сидели кофе пили в садке очень было классно а сейчас опять начинается что-то ветер тучки но тучки это хорошо что не сильно жарко так и сейчас у нас 20 сколько там блин не видно 23 градуса тепла до 23 градуса тепла собачки лазит коля уже занял занялся точит мне сапки а я уже закинула стирку сегодня постельная у меня в планах вот такой вот порошок жидкий кстати обалденно просто вот этот порошочек купила и ни на капельку не пожалела вообще просто шикарный вот жидкие порошки классные теперь это ведь обычный порошок использую чисто для рабочих вещей а вот такие жидкие порошки использую именно для наших вещей для постельного так а еще вот такой вот осилан да я брала всегда какую-то ночную фиалку по моему или как-то так она называлась я сейчас вам покажу вот а это взяла вот типа вот эту розу и тоже кстати ничего сначала когда я нюхала ее ну так мне оказалось немножко жестковатое но вот именно на постельном белье на обычных вещах если немного лить я любопал крышечки очень даже круто получается ведь наш джейсика да зашли мы ко мне на склад будем так говорить тут у меня все что хочешь на складе и обувь и в общем-то все что хочется вот так вот я хотела показать вот такой такой осилан всегда использовала видите вот он мне очень нравится запах у него просто обалденный я его обожаю я его всегда покупаю это мы взяли по акции вот эти две огромные такие банки вот эту красную эту я уже не помню почем но обалденная класс в эпицентре часто бывают акции вот это взяли это девчонка что же живет еще один порошок вот этот арен взяла и вот тут то что только что показывала классные тот и тот и очень-очень вот на когда акция есть надо брать набирать чтобы было в доме такое открыла для себя называется жидкие порошки раньше пользовалась только обычными ну или капсульными обычно я пользуюсь вот такими вот тоже у меня на складе вот персилом обычно пользуюсь ну или еще вот такими капсулками тоже у меня такие капсулки есть но сейчас на капсулах надо упасть подверг мне кажется штучки потому что по одной мало вот такие вот у нас капсульки это еще тоже мама по-моему передавала мне с польши не знаю короче у меня тут всякие разные всякие разные капсульки прикольные такие ну я же говорю я таких вот если ну полный барабан себе закидываю то нужно их по две потому что по одной будет ну маловато короче если брать то вы так не очень выгодно покупать выгоднее конечно ли жидкий порошок брать его гораздо этот меньше уходит чем этих капсулок и по финансам короче выгодно больше жидким порошком стирать или обычным тоже все всегда по скидке беру я увидела скидку раз и взяла себе даже если у меня есть дома я все равно взяла пускай стоит стираю чаще всего на у меня есть такая функция швидка действительно швидка и выставляю правда температуру 40 и отжим ну смотря что сейчас 110 выставлю потому что постелька может немножко не докрутиться ну смысле там я много напихала пусть может немного не докрутиться ребята наверно нельзя показывать когда сварка у коля мне переделывают мою хоть не буду показывать когда сварка наверно чтобы глаза не сильно переделывает мне мою любимую сапку это такая как сапка крутилка она и рыхлитель получается земли и и я сама в глаз они очень и рыхлитель земли и сапочка хорошая между ряди а вот очень хорошо и проходить почему потому что она очень 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 взрыхляет земельку 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 настроение сегодня классно вот дай бог чтобы она такой была и целый день вот я сегодня наткнулась на наше старое видео и обалдела честно говоря наверное старые видео поднимают настроение мы там такие еще не знаете как не ой не то что не запаханные как вам сказать то я не знаю как это назвать мы там наверно более такие счастливые что ли ну во первых в те времена у нас не было войны это раз сейчас этот факт очень очень давит и на нервы и на в общем общее состояние и естественно тогда этого не было и тогда было более кайфово мы радовались каким-то маленьким успехом мы чего-то делали конечно же тут все по-другому было как раз видео наткнулась на то там где здесь за роща была еще куча тут лежала огромная с как его блин щебенкой вот мы ее потом перенесли вон она теперь лежит вот там вот и мы ее постоянно обходили у нас тут еще рыжуха тогда была ой боже да тут у нас этого всего конечно еще не было у меня спрашивали будете заканчивать вот эту штуку да конечно мы ее будем заканчивать просто нужно поехать в город думали сегодня поехать в город все же денег стоит цемент надо купить вот у нас она будет заканчиваться вот так вот Коля уже про каплинら тветь лета потурат на будет заканчиваться у нас здесь вот вот здесь будет идти вот такая дорожка вот такая попал вот этому всему будьте держа не знаю может быть с этой стороны дорожке что-то еще присажу пока в этом году потому что следующем году все-таки думаем достраивается у нас достройка вот от угла дома будет идти где-то вот отсюда где-то. Поэтому это будет достроенная кухня у нас большая. То есть эта пристройка, естественно, убирается и достроится просто большая кухня. Кухня и столовая. А вход у нас в дом будет где-то, ну, наверное, здесь начинаться. Здесь ступенечки будут. Это все будет уходить в коридорчик. То есть вот этой беседки тоже не будет. Это будет у нас коридор, в котором будет находиться и погреб. Вход в дом будет вот тот, вот в этой стенке. Там, где зеркало сейчас у нас, то все будет, коридор у нас останется. Там где мы сейчас кушаем, там где мы сейчас сидим, там где наше зеркало, это будет коридор все. И, значит, вход будет именно там. А вход в дом вот здесь вот по ступенькам будет. Ну, это наши планы, и мы стойко их придерживаемся. Хоть сейчас, конечно, и напряг с деньгами, естественно, с работой у всех напряг, с деньгами напряг. Вот. Ситуация такая, что недостройки. Ну, может быть, в этом году и получится какой-нибудь фундамент где-нибудь. Коля хочет, конечно, вот и под кухню сделать фундамент в этом году. Хотя бы фундамент. Чтоб он уже был, чтоб он уже выстаивался. Но все зависит от финансов. Получится у нас с финансами. Это же все-таки... Ну, слава Богу, отсев мы заказали. Успели в этом году заказать отсев. Щебня немного у нас есть. Его, конечно, еще нужно заказывать. Он дорого стоит, но его нужно заказывать. Вот. И цемент. Цемент сейчас тоже недешево. Даст нам Бог возможность. А значит, сделаем. Хотя бы просто сделаем. Я бы, конечно, хотела и здесь фундамент сделать, и вот этот вот полностью сделать фундамент под нашу будущую... Ну, в общем, вы поняли, да? Расстраиваемся, пристраиваемся. Конечно, очень сильно сбивает на то, что мы, я же говорю, собирали, собирали мы деньги. Были у нас деньги и на крышу. На вот эту. Потому что ее в первую очередь надо было, конечно, перекрыть. Ну, такая ситуация случилась, что пришлось эти деньги потихоньку потратить на закупки, на еду, на, вон, пёселей, потому что у них все сейчас в два раза подорожало. Если мы раньше кадычки брали, то там 50-60 гривен, потом они стали 80, потом они 90. Так, Ева, что уже с ножкой? А ну, давай будем наблюдать. Что с лапкой уже? На что-то уже наступило? А ну, ложись. Ложись, девочка. Ложись. Давай. Лежать. Ева, лежать. Давай. Не слышит, но понимает. Ложись. Давай, ложись, ложись. Будем смотреть, что у тебя с ножкой? Что такое? Что такое? Что распухло? Ой, на что-то уже наступило. Блин, сейчас поем. Кого? Ножку? Ты что, дырной? Да распух палится хорошо. А ну-ка, стой. У меня тут, по-моему, то ли она где-то упала на камушек, у нее прям там вавочка. Да не вавочка. Просто распухший. Сейчас, давай. Все, дивись, ты наш видно, е-мое, бачок, надутый. Ну, она вот это только сегодня начала хромать. Хромать только сегодня начала. Но и так тяжело, она же старенькая, на ножки вставать. Ну, сейчас давай перекись уйти. А что нам перекись дать? Ну, вымой там вот эту всю гадость. Да, сравнительно с вот этим пальчиком. У нее вот этот вот совсем большой. И этот не годится. Да не, не шипеть почему, потому что нема раны. А, из-за раны? Ну, конечно, нема раны. Ну, так надо просто протереть тогда. Подожди. Можем просто промыть, да и все. Стоп, стоп, стоп. Да, Боня, текай. Не помогает. Ну, да, да, разве что ушиб. Повытирай давай хорошенько, я сейчас зальем. Дырок нету, иголки нету, прореза нету. Вот. О, куры ездят, продают. Ой. Все, нормально. Бойлер несушки. Подожди, залей тогда вот это оранжевое. На. Надо растереть ваточкой возьми, то что ты пальцами. Ваточка все впитает. Так, так. Текай, убирай руку. Вот ты будешь сейчас все оранжевое. Сейчас, жди, жди. Тихо, тихо, тихо. Лежи. Да, мы тебе помогаем. Ты знаешь, что мы тебе помогаем. Ты жирненькая девочка наша. Ой, 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 ой. Это ж надо. Здесь уже наступила ежедневная камень. Ну, лыжь сверху. Сейчас. Все, будет все хорошо. Интересно, а почему они продают? И что там за куры? Продаем куры. А ну, бачите? Куры не сушки. Продаем курей. Куры не сушки. Интересно. Вижу, что на обычной машине ездят. На Жигулях, че на чем. С прицепчиком. Сколько? Ну, так, а так 130. На рынке. На рынке 130, кстати. Так что это недорого. Ты видел их? Сиди. Да, цыганы. А, да? Это те, которые нам в прошлом году или в позапрошлом парили фигню, да? Не надо до них брать. Короче, в прошлом или в позапрошлом? Мы уже в прошлом году не терялись. Куры не сучки, нет. Нет, куры не сучки. Куры не сучки. Короче, мы в позапрошлом году, по-моему, чьи-ка, да, с каком-то году, в общем, взяли у них же. Тоже ездили тут, продаем курей, куры не сучки. Так отрезай. А, я тебе мешаю, да? Ну, в общем, короче, и таки хорошие, и таки цей, и таки то, и таки, это, пару штук сразу сдохло, чтобы вы понимали. Вот. А потом оказалось, что у них вот эти когти какие-то, вот это средний кохоть, у них есть проблема у таких курей. Средний кохоть проблемный. Средний кохоть проблемный. Вот, получается, на вот этом пальце, коготь такой здоровенный, знаешь, он заворачивается, куры нормально ходить не могут. Ну, короче, в общем, намучились мы с теми курями. Из тех, там, мы, что ли, 10 или 15 штук у них взяли. Ну, короче, из этих всех курей у нас осталось, что-то там, я не знаю, штук 5 нормальных. Ну, в общем, после этого мы сказали, вот таких вот, которые ездят здесь, и если это будет те же самые, ни в коем случае не брать. Запомнили этот урок надолго. Поэтому, конечно же, вот где-где, только не у них. Ну, 120 все равно дешевле, чем на рынке 130. Ну, только что там и отбраковка. Сторговаться же можно. Ну, старговаться-то можно, но это же будет отбраковка. Якщо, как в прошлый раз, с 15 и половины у нас сдохнет, и окажется, что они не молодняка, вообще не пойми кто, то уже... Ну, тоже, лучше брать вот таких подростченных, таких... Цыплят. Да. Ну, дело в том... В общем, там, месяц-два и будет не сдать. Ну, такая... Ну, я не знаю, кажется. Я вообще... А мама взяла твоих подростченных? Да нет. Вообще цыпленочков? Да, вообще там вот такие вот. О, господи. Ну, у него время есть за ними наблюдать, выпасать и нянькать. У нас такого, конечно, времени нет. Ну, не знаю, подивимся. Что надо работать. Может, месячных. Ну, месячные, они уже нормальные. Месячные. Уже как такие. Ну, там же опять, не пойми. Где петушки, где курочки? Мы, конечно, вот таких маленьких один раз взяли. Месячных. Но ты помнишь, что у нас случилось? Что? Головы им расклевали эти, вороны. У нас тут как раз тогда жили эти вороны, сороки. Боже! Мы уже уехали. Мы уже сетку ставили. Все, они эту сетку прогибали и клевали им. Полностью головы расклевывали. Это ужас был. Мы тогда все поголовье потеряли. По-моему, два штуки тогда выжило, да? И такое вот, не пойми что. Кошмар. Короче, да. Поэтому после этого, знаете, после этого опыта уже не хотелось брать. А больших они не трогали. То мы всегда вот таких уже больших брали, которые вот-вот и занесутся.